Приветствую вас! Стата заключается в том, что ваш друг сейчас переживает определенные сильные изменения в его жизни, вот. Возможно, у него не была девушка давно, и сейчас, когда она появилась, просто она снимает на него очень много времени, вот. Я не думаю, что это прямо означает, что вы ему не нужны, я думаю, что ему нужно время для того, чтобы как-то адаптироваться к этой ситуации, которая случилась, вот. Чтобы по-другому себя чувствовать, чтобы по-другому себя вести, вот. Поэтому не нужно сейчас строить каких-то окончательных выводов делать не нужно, вот. Лучше просто позвольте другу делать так, как он хочет, и то, что он хочет. Значит, это, пожалуй, наверное, лучшее, что вы вообще можете сделать в этой ситуации. Вот. Так что, вот, это первое. Я уверен, что ваш друг, он со временем вернется, вот. Более чем уверен, что он со временем вернется. Вопрос заключается в другом, заходите ли вы, чтобы он вернулся. То есть, ну, пожелаете ли вы его принять, вот. Это вопрос, конечно, важный, вот. Потому что, ну, может быть, вы и не заходите, когда он уже вернется, вот. Это первое. Второе, что, наверное, хотелось бы сказать, это то, что, может быть, может быть, ваш друг и не был вам другом, ну, прям по-настоящему, вот. То есть, возможно, вы уже перестали быть друзьями какое-то время, достаточно долго, вот. Но вас объединяло то, что ему нечего было делать, вот. И сейчас, когда у него появились дела, он просто-напросто отодвинул вас, вот. В этом смысле имеет, конечно, в этом смысле, хорошо было бы пересмотреть свое отношение к нему, ну, вот, к другу, и спросить себя честно о том, насколько вы действительно близки, вот, ну, то есть, насколько вы были близки, вот, и такие ли вы друзья на самом деле. Вот. То есть, мне видится стать вот такой-вот такой. С другой стороны, вам, очевидно, чувствуется одиночество, вам не чувствуется одиночество, вы чувствуете себя брошенным, вы чувствуете себя, вероятно, покинутым, вам не по себе, вам друг очень нужен, и здесь очень важно разобраться именно с вашими собственными переживаниями, и с вашими собственными эмоциями. Как и почему такая ситуация произошла? То есть, словно говоря, ну, у вас, какие у вас цели, да, чем вы занимаетесь, на что вы направляете свою энергию жизненную, вот, и так далее. То есть, вот, осмысленность своей жизни вам нужно придать. Если, если вам будет не хватать ее, осмысленности жизни, то с этим можно поработиться. Можно поработать и с чувством одиночества, то есть, неприносимо самого себя, если у вас, опять же, будет к этому желание. Вот, примерно так, я полагаю, можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Опять же, цель, да? То есть, вот вы спрашиваете, что можно сделать в этой ситуации, что сделать, чтобы что? Какая цель у этого, понимаете? То есть, что вы хотите, другу вернуть или со своими чувствами разобраться? То есть, это очень важный момент, и с этим моментом нужно, этот момент нужно исследовать. Потому что, ну, целеполагание – это первый шаг к тому, чтобы гармонизировать свою жизнь. Такая вот история, такой можно дать вам ответ. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим образом для вас.